Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне И ребята, секундочку, 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 а что это такое появляется? Да, ребята, я опять решил, что, в принципе, давайте-ка мы будем, ладно, секундочку, давайте-ка мы будем устраивать опять вот эти Угадай покемона, только сейчас немного по-другому То есть, ребята, сейчас, давайте я убью вот этого, а то он тут, сейчас, сейчас, давайте на литвика Отлично, все получили опыт Ребят, сейчас давайте я немного объясню, что и как я хочу сделать У нас же было в предыдущем сезоне, что мы вот так делали, да, черная картинка какого-то покемона И вы угадывали, какой это покемон и писали, да В следующей части я говорил, какой это покемон и задавал нового покемона То есть, сейчас мы тоже так будем делать, но сейчас немного по-другому, ребята Будет опять вот такие покемоны, да, как сейчас, например, было, что показало вам, какой покемон Ну, показало вам какого-то покемона и вам нужно его угадать В следующей части, в следующей части Покажется, что это был за покемон И потом сразу же покажется какого-то другого покемона, которого вам нужно будет отгадать Но, 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 ребята Я сделаю... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, ребята, вот тут, где-то вот тут спереди нашего дома, я сделаю такую, можно сказать, доску почёта, где будут написаны имя тех людей, которые отгадали о тех покемонов. Как это будет происходить, ребята? Я ещё раз говорю, покемоны будут... Угадать какого-то покемона нужно будет на начале видео, да? То есть, будет там чёрная картинка с каким-то покемоном. На следующей части вам нужно будет угадать, что это был за покемон. Кто угадает, ну, в принципе, там могут, например, угадать где-то там 10 человек, 20. Но, конечно, я не всех буду добавлять на доску почёта. Только, например, если там угадают 20 человек, я случайно как-то выберу одного из них и просто добавлю его имя на доску почёта. Потом, вот тут у нас будет, как бы, имя людей. Потом, как бы, ещё будет, вот, ещё будет покемоны угадывать, да? И вы тоже можете их продолжать угадывать. Как бы вы будете их угадывать, да? Например, угадают там несколько человек, но я добавлю только там, опять угадают пару человек, да? Но я добавлю только одного. Как бы я случайно буду выбирать из тех человек только одного человека, кто угадал. И поэтому, ребята, я думаю, прикольно и интересней будет, так как всегда будет и вам тоже прикольно, да, угадывать покемонов. И, в принципе, вы можете попасть на доску почёта. То есть, ещё раз повторюсь, ребята, будет тут такая доска с табличками, с именами. Вы будете угадывать. Я случайным образом, как бы, если там несколько человек угадало, да? Я случайно как-то одного выберу и добавлю его имя на доску почёта. И, в принципе, ребята, ну, не знаю, захотелось мне вот это сделать. Напишите, если вам нравится эта идейка, то, в принципе, действительно мы это будем делать. Вот как раз я сейчас сделаю эту территорию, чтобы как раз перед домом наша доска почёта была, да? Чтобы выходил ты с дома и сразу там доска почёта с именами людей, которые отгадали покемонов. И, в принципе, действительно, мне кажется, это будет прикольно. Так, давайте мы вот тут это всё поставим. Кстати, ребят, обновил я версию, то есть, там уже обновили они пару раз версию. Потому что, наверное, действительно там всякие баги были, ошибки. И, ну, фиг его знает. Давайте посмотрим, если опять будет выкидывать, то я уже, если честно, даже не знаю, из-за чего это выкидывать. Потому что версию я обновил, и, по идее, они там же исправляли, да, всякие баги. Так, так, тогда как бы уже должно быть всё это исправлено, по идее. А, так. Сейчас, 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 сейчас. Ну, в принципе, уже тут есть такое небольшое место, да, что мы можем сделать. У меня есть тут булыжник. Нету. Офигеть, сколько у нас уже апреконов. Я, если честно, даже не видел. Ну, откуда у нас столько? А я, я что, вот эти не собрал? Давайте соберём опять их. У нас же тут уже просто их нереальная куча. Давайте мы их сейчас всех соберём. Конечно, есть тут ещё некоторые, которые не, 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 не доспели, да. Ну, в принципе, всё же. Давайте мы их все соберём и соберём жёлтые. У нас уже, в принципе, нереальная куча вот этих всех апреконов. Апреконов нужно всё-таки уже начинать делать покеболы, так как действительно у нас их очень много, а покеболы мы не делаем. У нас сейчас вот только два покебола. Так, давайте поставим вот это и сюда вот это. Отлично. Ам, так, 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 так. Что мне нужно? Что мне нужно? Что мне нужно? Нужно, нужно. Мне нужно сделать кирку сначала же. Сначала кирочку, потому что наша уже сломалась. Вот так. Сейчас. Дайте подумать, ребята. Мне нужно булыжник хотя бы немного, потому что, в принципе, у нас его толком-то и нету. А мне хотя бы нужно тут один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, короче, где-то так штук, где-то так 20 булыжников, чтобы просто-напросто там территорию заровнять, да. Мне, в принципе, нужно уже доделать крышу ещё бы хотя бы один уровень. Давайте всё-таки, наверное, нажмём на паузу, когда я вот это доделаю. Тогда, в принципе... Хотя нет, ребята, нет, нет, нет. В прошлой же серии мы... О чём мы там говорили? О шутерах, да? О биграх, да? Но только, в принципе, мы толком-то и не поговорили, потому что просто нереально столько вылетов было, что это дуреть можно было. Но сейчас... Не знаю, ну, пока что ещё, в принципе, не вылетело, да? Может, ещё не успело. А может, действительно, они, ребята, исправили вот эти все баги. Баги, да? Так, ну чё ты тут забыл-то? Сейчас мы тебе... Сейчас мы тебе... Блум... Глум, какой блум? Хе-хе, блум, блум. Так. Так, и давайте Литвика. Ух, точно, лучше всё-таки его очень быстро не клацать. Может, они это всё исправили, но всё же. Так. Ух, Флаффи эволюцинирует. Давай. Давай, прокачивайся. Амфорос у нас сейчас будет. И Литвика. Ну, в принципе, я не знаю. Ну, не думаю, что очень много осталось уровней, чтобы прокачать Литвика, да? В Лампорда. Так, ну, вот, в принципе. Эмфорос. Вот он. Так, отлично. Давайте-ка мы тут сначала хотя бы вот это выкопаем. Тут есть ещё немного... Вот этого. Ну, алюминия. В принципе, я не знаю, пригодится ли он нам или нет. Так. Давайте о каких-то действительно ещё играх поговорим. Только нужно найти какую-то специальную тему. О! О! Вот. Вот специальная тема для игр, чтобы поговорить. РПГ. ММО-РПГ, ребята. Я думаю, все играли и не раз, и не два, а очень много раз играли в ММО-РПГ. Какая ваша самая первая игра ММО-РПГ? Может, там у кого-то World of Warcraft, может, у кого-то там ещё что-то. Но моя, ребята, моя самая первая ММО-РПГ... Ну, я думаю, знаю. Я думаю, что все знают, да, что это такое. Ну, то есть, наподобие World of Warcraft, да, как бы, ролевая игра, как бы, за одного персонажа играешь. Но я думаю, в принципе, все знают. Моя, моя самая первая ММО-РПГ была, это Lineage 2. Самая первая, ребята. Дайте, сейчас, секундочку, минуту дайте мне, я посчитаю, сколько времени я в неё играю и когда я в неё начал играть. Начал я играть в ММО-РПГ, когда я был... Когда я был приблизительно... Приблизительно... Сейчас, восьмой, седьмой, шестой... Когда я был в пятом классе. А был я в пятом классе... Дай бог вспомнить, когда я был в пятом классе. Сейчас, сейчас, минуту. Короче, где-то семь, восемь, девять лет назад я был в пятом классе. В пятом или шестом? Ну, короче, где-то семь, восемь... Где-то так, семь, восемь лет назад я начал играть в Lineage 2. Если кто знает, тогда она как бы ещё только... Не то, что выходила, но уже как бы вышла там пару лет назад, да? Не пару лет, ну, в принципе, сначала уже вроде была там Lineage обычная, но она как бы... Ну, такие начальные игры, которые только начинали выходить, такие не очень были. Как Diablo, там, первое, второе было. Первое, ну, сверху такая графика тоже не очень, но, в принципе, всегда были. Нет, первые игры всегда так выходили. Все такие были, да? Но вот в то я не играл, потому что, в принципе, тогда я ещё даже не знал, что такое. Я начал играть, когда, говорю, мне было там, может, ну, фиг его знает, ну, семь, восемь, девять лет, десять, десять, где-то десять лет, да, мне было. Если семь, восемь лет назад, то где-то так мне было. Десять, одиннадцать. Ну, в принципе, где-то так, ребят. Точно не помню, но приблизительно. Lineage 2 я начал играть, тогда ещё Хроники начальние были, ну, как бы Хроники это там... Ну, в принципе, кто играл, я думаю, знает. Хроники это во всех MMORPG есть, да, там, как бы, обновление, то есть, глобальное обновление игры, как бы, глобальное дополнение, то есть, есть игра, да, и вот такое глобальное дополнение выходит раз там в пару лет, что они просто-напросто всё обновляют, всё добавляют. Ну, не всё добавляют, и не всё обновляют, но добавляют много всяких вещей, короче, короче, очень много всего добавляют. И, в принципе, вот сейчас До сих пор я в неё играл Я в неё, может, уже не играю Ну, один год где-то Но, может, иногда зайду Там, где какой-то сервер откроется Может, зайду, там, неделеку поиграю Или меньше, и просто всё, потому что уже Ну, или то, что и времени нет Или просто уже как-то не так, как было в детстве Но Помню в детстве Сейчас, секундочку Нет, вот что я ещё хотел сказать Это то, что, в принципе, всегда выходили Такие нормальные хроники Всегда были такие нормальные дополнения Но вот эти последние, там, один Два дополнения, которые уже выходят На эту MMORPG Ну, как это сказать Ну, то есть, они все взяли MMORPG Которые только существуют почти Что добавили её в одно обновление И просто засунули её в ту игру В Lineage 2, то есть, это уже не Lineage 2 Как она всегда была Как её все любили Ну, я не говорю о вас, ребят Может, вы не знаете, что это за игра Ну, как бы Не такая игра, как она всегда была Что просто нереально было в неё играть А... Твою же мать А вот такая А вот сейчас она уже Ну, просто Ну, повыходило Это всё, как бы Вот такие игры, которые Просто они Взяли все игры Всем MMORPG Просто добавили её В одно обновление И засунули И поставили это обновление В эту игру То есть, это уже не та Lineage 2, которая была А все Всем MMORPG, которые только есть Засунули в её То есть, там уже Максимальный уровень был Сначала 78 Это когда я начал играть Потом, через полгода Как раз Выходило обновление Максимальный уровень Стал 80 Для нас это вообще Нереально было Да ну нафиг Два уровня Больше нам прокачиваться Потом следующие Которые дополняли Выходили Уже были там Максимальные уровни 82 83 Потом стал 85 Ладно А вот эти, что Новые дополнения Уже выходят Тут уже максимальный Уровень 99 И у тебя уже Раньше Раньше Это было Самое лучшее ММОРПГ В том плане Что в нём Просто-напросто Было более чем 30 всяких профессий То есть Три типа лучника Пять типов магов Три типа Вот этих Кинжалистов Да И всякие гладиаторы А вот в этих Последних обновлениях Они взяли И все типы Засунули в один тип И сейчас только Почти что в один тип Как бы Было 5 магов Они с тех 5 магов Сделали только одного мага Было 5 Три лучника Они с тех С тех 3 лучников Сделали только одного лучника То есть Было там 30 чем-то Классов Сейчас стало 8 Приблизительно И поэтому В принципе Что они там Уже понадобавляли Вот этого Все Уже как-то Уже не кажется Та линечка В которой ты играл В детстве Которой ты учился Ты ни хрена Толком не знал Что там делать Но ты учился В неё играть Уже не та Уже как бы Просто-напросто Не понадобавляли Это все Да и все Так Что там Что там выпало Голустон Давайте что-то Выкинем Стоун Так И в принципе Ребята Сейчас Секундочку Я там Видел У нас был Да Так Сейчас Секундочку Potion Давайте что-то Во Так Помню ребята Когда я только Начинал играть Я Я нифига Не понимал Меня Друзья мои Учили Иди туда Иди сюда В принципе Они тоже Толком там Не знали Что и как Делать Но уже Более Продвинуты Были чем я Так как Они уже Играли Может там Полгода Год Конечно Говорю Не все Знали Но многое Что знали И Помню Помню Когда Почти что Ни в кого Не было Компьютера То есть Может Из всех Моих друзей У одного У двух Дома Был компьютер Ну то есть Тогда Еще было То время Когда Почти что Никто не имел Компьютер И все Ходили в Компьютерные Клубы Это Это вообще Капот Было Я помню Ребята Ходили Утром Просыпались В 8 часов Утра Мы шли В компьютерный клуб Где то На 3-4 часа Чтобы поиграть В ту игру Ну и Еще в другие Конечно же Потом О Уже Уже не залагивает То есть Уже Нету Того Что Мелькает Так очень Часто Ну И помню Ребята Шли мы с утра Туда Шли мы С утра Сидели Где то там 2-3 часа До обеда Обедами шли Обедали Да Домой Потом После Обеда Шли опять Где то На 3-4 часа Выходили Оттуда В 6 часов Где то Приблизительно Ну Иногда Было На 5-6 Там просто Всегда Скидки Более чем Чем больше Да Тем На больше Ты можешь Засесть Туда И Помню Вообще Было Когда мы Шли Полностью Как бы На всю Ночь Там Были Такие Тарифы Что Ты заходишь Там В 10 часов Вечера Да А выходишь Там Например В 10 часов Рано То есть Полную Ночь Ты сидел В том Компьютере Я помню Это вообще Мы еще Детьми Были И шли На целую Ночь Там Платили Может Пару Рублей Чтобы Туда Пойти Тогда Еще Не было Такого Как бы Что Уже Цены Еще Были Не Такие Большие Но В принципе Думаю Многие Вот Так Ходили Что Умеет Там Более Так 17 18 19 Лет Много Вот Действительно В то Время Было Когда Мы Это Все Ходили Это Сдурить Можно Было Честное Слово Каждый День Мы Выпрашивали По Пару Рублей Да Ну У меня Как бы Не Говорю Так Давайте Сначала Вот Это Все Сюда По Складам Это Заберем Давайте Еще Вот Это Так Еще Вот Это И Вот Это Отлично Ну Это Вообще Ребята Офигенно Это Тогда Было Вот Это Все Действительно Мы Тогда Просто Ну Это Это Капут Было Как Мы Туда Ходили Как Мы Ту Игру Задротили Днями Ночами Это Вообще Сдуреть Было Ну Вроде Самая Первая Моя Игра Это Контра Конечно Я думаю У всех Первая Игра Которая Они Только Играли Это Контра Так Тогда Это Еще Такое Непонятное Было Когда Я Первый Раз Увидел Эту Игру Я Подумал Охренеть Что Это За Непонятная Игра Ну Конечно Первый Раз Мне Тогда Может Лет Пять Было Шесть Че 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 Такое Че Такое А потом Со Временем Со Временем Когда Все Начали Играть В Контру В Контру В Контру Тогда Уже Все Начали Рубаться И Все Такое Конечно Та же GTA Первая Ну Не Первая Там Vice City Тоже Многие В Нее Играли Потом Уже Когда GTA San Andreas Вышел Это Уже Намного Позже Было Хотя Хотя Нет Не Позже Нет 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 Она Она Давно Вышла Но Я Тогда В нее Еще Не Играл Когда Когда Уже Была GTA San Andreas Я Тогда Только Еще Начал Играть GTA Vice City Вроде А Потом В San Andreas Спустя Как Пару Там Лет По Идеи Ну Фиг Я Знаю Ребят Честно Я Уже Не Помню Что Там И как Было Просто Уже Нереально Сколько Времени Назад Было И Я Уже Честно Даже Все Забыл Что Что И Как Там Было Но Просто Решил Вспомнить Как Это Все Было В принципе Ребята Немного Мы Прокачали Покемонов Немного Я Рассказал Что И Как Немного Я Рассказал Об Эм Что Будем И так Опять Угадывать Покемонов Что И Как Вот То Что Остается Позже Построю Она Как Раз Будет Ну Например Вот Тут Где То Сразу Вот Так Перед Домом Тут Может Еще Один Два Три Четыре Пять Может Еще Где То Пять Так Сделаю И Как Раз Будет У нас Там Доска Подсчета В принципе Я думаю Это Будет Прикольно Ребята И Вы Будете Угадывать И Будет Доска Подсчета В принципе Ребята Давайте На Мой Канал Всем Прям За Посмотр Всем Удачи И Всем Пока